Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не думаю, что гумиху может китайцу проиграть Но всякое, конечно, бывает Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, гумиху вернулся Сейчас посмотрим сетку, что у нас там происходит Тру пытается найти оппонента Я пытаюсь найти игру После двухкопа ворвемся в новую Что за хрень-то, я мою? Как они так резко стартанули-то? Ну ясно, ну ладно, ждем, мне надо позвонить сейчас Подождите, ребят, выясним, что-то как Решающие стать здесь посмотрим, компанию пройдем потом Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, все, я здесь Так, так, так Пытаюсь куда-нибудь прорваться Я не знаю, получится ли куда прорваться или нет Турнир в самом разгаре Ну ни хрена что-то не происходит, пока что гумиху в игру я не смог попасть Но он не с Депарч убьется, а видимо еще с Китайцем пока Другие тоже пока не сидят Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, 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 так... Так, так... Гвардия что-то ожидает, и что он там ожидает-то, интересно? Это true против китайца Джей Иши, как я понимаю, у нас будет сейчас битва Ну что же, попробуем посмотреть ее Ну что же, попробуем посмотреть ее Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, поехали, это первая игра ДимаTorzok ДимаTorzok Так, Хоррор Натурал убил Да, Джей Иши, Джей Иши это зовут Ну что, турнир в самом разгаре Здесь пилон гейт, не Иксус Здесь у нас три хаты полбилд У нас оттру Ну что, ребят, смотрим турнир Я не знаю, сколько он пойдет, этот турнир еще Но я думаю, что часов до шести, может быть Ну а после турнира пройдем кампанию, собственно, новую Так, вот зашел, вышел потом, наверное, в другую игру пошел Шесть тронщиков переводится Помните, задержка две минуты Информация из темах дня О турнире, сетка там указана Ну и призовые фонды Третьих почти готов Будут ли с мейна переводить туробочек на третью Хороший вопрос, конечно Пока абсолютно непонятно Хорошо бы, конечно, было перевести вот Штучек восемь дронов туда сразу Чтобы добыча вообще стала очень Очень прямо жесткой Чуть не спешит тру это делать Пока Побаивается почему-то Так, здесь у нас твой латик Привет, Димас Привет, Димас Так, ну что, золото начинает Ручку раскачиваться Тру, второе Уже точнее, оно даже раскачивано неплохо Вот здесь у нас Повер-мув готов Залетает, делаются Резонирующие глефы адепта Четвертое уже утруха Отпаш-то, вот это да Круг очень жестко сейчас халявит Очень жестко развивается Прямо на матр, на целину Просто даже еще на третью Те не выходит Не собирается выходить Еще самое интересное Вот здесь у нас Продолжение следует... 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 Иммортл уже три штуки в миксе, кстати. Фаерболы пошли в фронт поступать, кстати, отступая, попал на Фаербола. Здесь врыв на мейн идёт, Сталкер один на мейне присутствует. Налом от Зерга сейчас идёт, вообще не отходит от Фаербола почему-то Джейши. Сейчас вот дальше, мишка, прошёл Мазеркор на Фаерболы попался совсем вообще. Удивительно, здесь адепт еле-еле, вообще куда-то всё пошло. Линги пробок, ошибка от китайца ужаснейшая просто. Уже отбил пуш, но на мейне зашли линги, подбрызли нахрен вообще, рабочих столько много. Но адепты до варпили, всё просто лимита больше, обратите внимание, как так. А вот как-то так, берёт Джейши и тут разваливает всё. Адепты идут вперёд, адепт только похвалил, идут просто на отдачу. Отдаются все нахрен. Нужно сейчас на развороте принять бой вместе с адептами, с имморталами. Призма летит вперёд, имморталов три штуки. Здесь и ничуть сталкер бегает, но с Призмой не даст подрезать, собственно, Джейши и имморталов сталкеров. Контроль неплохой идёт. Фаерболы падают, из фаерболов нужно уйти сейчас. Под фаерболом не попадает по всем протус. 109 на 78. Ещё очередной давар проходит. Рабов как было, больше так и осталось. Уллвин продолжается. Здесь попытка свичнуться в мутку от ТРУ идёт, но я думаю, что тяжеловато всё-таки это будет сделать ему. Полноценная свичь, минералов нету. Нужно просто вперёд пойти в протусу и всё. Вперёд он с другой стороны тоже не очень-то спешит двигаться. И блинк есть, кстати. А вот то, что блинк есть, это для азарга совсем печально. Мутка не заходит при уже готовом блинке. Может не зайти, точнее. Мутки будет, кстати, много, обратите внимание. 12 штук, уже заказано. Ну, просто что-то сидит. Чё он сидит, я не знаю. Так, урыв на вторую базу идёт. Пора, пора идти, друг. Соберись же. Выйди ты вперёд. Одни линги здесь бегут. Ни хрена нету. В них сидит, всё равно не выходит. Ну что, мутка полетела к протусу? Или призму ловит? Нет, призму мутка летит ловить. Адепт не успевает даже дропнуть у нас. Джейши пошёл вперёд. Сталкеры остаются дома. Имморталы-адепты двигаются вперёд. Месть с одной сентрёй, между прочим. Мутка залетает. Нужно как-то развернуться сейчас. Мутку отбить. Часть сталкеров на мейн заблинкиваются, чтобы мутку отбивать. Линги-ревиджеры врываются на третью. Сталкеры, Имморталы идут вперёд. Но иди же ты, если ты идёшь вперёд, то двигайся, дружок. Ну что ж ты встал-то, ё-моё. Сталкеры по частям сейчас принимаются муталисками. Это вообще полнейший провал. Лимиты резко становятся одинаковыми. Хотя сейчас, буквально недавно, было разница в лимитах просто гигантская. Филд пошёл. Здесь адепты ещё со сталкерами доварфливаются. Адепты разбирают всё на второй базе. На третьей. Имморталами на мейн заходить и не париться. Просто ну мута разобрала всё. Вот, смотрите, вот что значит кореец. Муталисков просто четырёх баз. Прирост гигантский. 24 муталька. Это поражение просто, скорее всего. Хотя, можно попытаться сыграть в размен. Но я очень сомневаюсь, что это получится. Этот шмут сейчас развернётся просто. И перелетит. Всё убьёт нахрен вообще. Здесь все кьюни-попропы. Проп заходит на мейн. Королева пробки. Всё под ударом. Имморт минусует плётку пробки. Дроны минус. Так. Вижу дрончик. Один есть у трона. Он сможет газ заказать. Здесь два газа есть. Ничего не добиваешь. Что ты делаешь? Продс тупит ужасно. Вместо того, чтобы добить все здания, он вообще что-то бегает зад-вперёд. Ну, тут дрон один ушёл, конечно. Он газ сейчас закажет. Так и так. Так и так. Продс не сможет. Хотя, хотя, если под боевой юнит какую-нибудь варпануть бы сюда... А, ну, здесь две пробки есть. Двумя пробками газ не запилишь, к сожалению. Так, здесь газ отбивает тру. Здесь всё тру тоже отбивает. Идёт вперёд джейши. Хорошая игра получилась. Но это минус проц, это гг. Вон, два иммортала ставить. Что ж ты не видишь? Не заметил иммортала. Вот только замечает. Иммортал принимает. Да, посмотрите. Ну, здесь газ не добьют. И здесь вот. Поехали. 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 Спасибо. Продолжение следует... Ждем следующую игру Заходим Ну вот было неправильным решением со стороны просто что? Пытаться отбиться сталкерами. То есть если бы он пошел братмен в 7 и возможно бы он смог бы выиграть Спасибо Продолжение следует... Продолжение следует... Михаил в пальто... Михаил в пальто... Ну размен такое дело... Тем более сталкеров делить И да, там было неправильно с его стороны То есть если бы он их всех на второй базе например держал с центрями То есть если сталкера хотя бы отдаются все то они должны хоть часть мутки выбить, чтобы она такой ДПС гигантский не имела Ну там конечно все было бы печально Скорее всего В игру зашел ДПС гигантский не имела Ну там ДПС гигантский не имела Ну там Треба 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 Так, ну что, здесь Ненсус 1 гейт кибернетка Здесь у нас 17-я хата, пул, газ и 3-я хата Ну почти что по готовности пула Ну не так не халять в прошлой игре, по крайней мере Так, секундочку, ребят Сейчас я вернусь Окно прикрою Як поможи Так, я вечером Пустою Так, я уж по protectorам Отinnу Субтитры делал DimaTorzok Так, все, я здесь Зачем я камеру включил Врубаем все назад Здесь у нас Скорость таки адептом Плюс 2 гейта Гуси, шавар, пробо, пилон Пошли еще по рабочим Одинаково, третье утру готово Делается раучер Ну, кстати, в прошлой игре китаец смотрелся Вообще хорошо, он лидировал Всегда по лимиту И все было прекрасно у него Так, чай Что тут, Соня? Так, Семероучий Мас-мас-линк Вот и интересный расклад Сейчас, почему? Потому что что-то А, ну понятно Это прием адептов идет Шести штук Раучи помогут принимать Контроль Хороший пока идет Со стороны труб Будет ли он Так, адептами не врывается Раучи идут вперед Линги Достраиваются Это, соответственно, реводжер Линга Пуш Сейчас будет Под третью Нет Возможно, он будет успешным Раучи идут вперед По лимиту Гост Ç Ich так Возможно, он будет Возможно, его Знаешь, что он будет И вот так Да, приходит пуш, но адепты-то с глефами, но выходит уже иммортал, и опять начало, кстати говоря, для китайца очень даже и очень хорошее. Плюс еще два реведжера морфятся сейчас. Линги дотекают к 4 хата, но опять же, опять же очень похоже на предыдущий билд и от зерга. То есть он может, в принципе, сейчас свитч делать в мутку и будет тяжело отбиться вообще. Так, морфлый подрезает, но справляется просто с обороной. Опять же, нужно как-то единственное пытаться сейчас в ответку кушать. Сталкеры блинкаются по древеджеру, сзади имморталы прикрываются сталкером с адептами. Так, зерга тут большой, достаточно деканья идет, но справляется, справляется. Джейши, 3 иммортала уже есть, да, варп идет дома, робот 2 работает уже, иммортал, иммортал и призма строится, гейтов 6 штук, насколько я вижу. Можно прямо идти уже до конца, что называется, к зергу. Здесь что-то линги пытаются отбегать. С реведжера какие-то ходят, непонятно. Просто что-то боится, туда-сюда бегает, не пойму, что он бегает. За лингами бегать очень неблагодарное занятие, прямо-таки. Мазеркор нужно дома оставить для каких-то юнитов, несколько штучек подвар. Нет, он бежит за лингами сейчас до сих пор. И опять, да, свич в мутку идет, но в этот раз для процесса все-таки ситуация получше. Почему? Потому что если он прямо сейчас в атаку пойдет, а он идет в атаку, он сможет заставить зерга в лоб драться. Здесь нас имморталы спускаются новенькие. Как-то он непонятно, то ли идет, то ли не идет. Адепты лингами окружены, помоги адептам, дружок. Что ж ты так криво-то дерешься, ё-моё. Адептов отдает, мутку в итоге дождался. Мутка, правда, зерк, мутка, правда, вынуждена будет драться сейчас дома на обороне, скорее всего. Скалки какие-то непонятные агрессивные блинки. Абсолютно непонятные, я при чем скалки агрессивные блинки делаю. Но, но, и еще раз такой же блин. Какие ужасные просто бич-блинки сейчас делает Джейши. Просто бич-блинки по-другому не назовешь. Да блинкать это по одному сталкрову, до этого я имею в виду. Сейчас-то уже все, сплукеров-то нет, ни хрена. Нет, он что-то блинкает всех вообще в кучу. Куда он блинкает? Так, здесь адепты зад-вперед ходят. Дронов подрезает сейчас. Ну, посмотрите, по 25 дронов на 65 пробок. Очевидно, что из этой ситуации у Заргу тяжело будет вытащить эту игру, если невозможно. Я думаю, что даже второй вариант. Хотя боевого лимита больше. Ой-ой-ой, 17 муталисков. Да, я пока не прав. Видимо, здесь сталкров пытаются разводить, тянуть время. Фениксов-то еще нет. У меня вообще нет фениксов. Посмотрите, фениксов 0, 6 сталкров против 17 муталисков бьется. А на что пробкс рассчитывал, я чуть не понимаю. Неужели сейчас Тру затачит эту игру? Ну, муталиски постепенно кончаются. И сколько их осталось? 14, да, 3 уже погибло. Фениксов-то еле-еле пытаются разбирать. Но фениксов фокус идет от Зарга неплохой. Фениксы подстраиваются. Лимита все еще больше. Но сейчас просто он стремительно вниз будет, этот лимит идти. Здесь адептами пытаются разводить. Жейшик, кстати, разводит очень хорошо. Рабочие будут падать. Последние буквально несколько рабочих Зарга. У него 20-ка и так была. Сейчас он 15-ка уже остается. Фениксов контроль нулевой просто за контроль-то этих. Это просто что-то. Контроля просто мутитаск, точнее просто не хватило. Катастрофически сейчас. Адептами рабочих разбирает. Но с боевым лимитом Зарга пока ничего не сделать просто. Хотя нет, муталисков 15. Хотя 15, что они? Было 17, 14 стало еще несколько вылететь. Или 15 теперь их. Вот здесь, кстати, не 15, здесь десятка. Где остальные? Остальные дома отбиваются, между прочим. Адепт с королевой бьется. Королева много хп. Королеву не получится выбить. Призму муталиск один гоняет. 17-10. Все, парабам уже 17-10. Охренеть! Такую игру просто! Ё-моё, такую игру отдавать! Ну, тут я бы не сказал, конечно, врыв от Зарга сильный был, но надо мутку контролить. Тут надо, ой, мутку. Надо было фениксов контролить. И форжа была, и все было, блин. Фатонок построить, там, я не знаю, что-нибудь сделай, в конце концов. Так, Адепт приходит. Это минус все Адепты. Сейчас еще бус. Ё-моё, сейчас по земле будут упроться проблемы. Королеву, наконец-то, выбривает. 10 дронов, 23 пробки, фениксы. Прошлоть, фениксы строятся. Но флитбиконом здесь и не пахнет. Фениксов 8... Ё-моё, фениксов. Муталиск, 18 штук фениксов. 4-5 их сейчас будет. Ну, сталкеры плюс фениксы плюс оверчаж. Надо бы пытаться справиться. Сделки идут на отдачу. Минус сделки. Подрезает, друг, всех вообще фениксов, кроме одного. То есть, 4 подрезал. Муталисков живо из 18. 14. Еще феникс-минут. Тру выигрывает. Домой, домой. Просто жесть. Ужасная игра страны. Гумихо против Депарчера. Начали уже играть. Ё-моё, 2 минуты как начали. Это печаль ДОС. Ну, Гумихо, где Парчер хочу попасть я куда-то. Буду стараться туда попасть. Ну, куда-то, в смысле, туда хочу попасть. Получится или нет, вопрос открытый пока. Презрел. Ну, ждем, куда можно будет ворваться. Парчер. Продолжение следует... 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 Предпоситель энерджи. Так, и гумерку пока не начинает, что подозрительно. Может он уже будет сейчас полуфинал играть? Ну что ж, та вообще замечательно. Итак. Попробуем. 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 Мару тут, кстати, сидит, смотрю. Не знаю, настоящий это Мару или нет. Так, кто-то, кто у меня в друзьях начинает игру сейчас. Может быть, это true, может быть, это кто-то ещё. Не пишу бумерку, чтобы он никуда, чей, без меня не стартанул. Ответил, сказал окей, спасибо ему. Так, вырываемся. Всё, я здесь. Отлично, хоррор против гумиху, полуфинальчик у нас уже будет сейчас. Ну, давай. Продолжение следует... 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 Дживодан поддержал ваш канал на сумму 300 рублей ровно. Ждем компашку за новую. Спасибо, Дживоданчик тебе большое. Да, да, вроде Европа работает. Вот. Буквально недавно она не работала, поэтому ждем окончания турнира. Не будем врываться в новую уже. А за поддержку огромное спасибо всем. 0-1 Гумиху. Ну, кстати, если Гумиху проиграет, то, возможно, все ЗВЗ будет. Но я все равно достримлю. Хотя, нет, кстати, Циан выиграл Пэта в верхней части сетки, его дает. Китаец неплохо идет там. Уже выиграл он двух корейцев по сетке и в полуфинал пробрался. Парадушка. Какие карты микро есть для тренировки микроконтроля вводят? Я предлагаю… Я просто не в курсе вообще. Я и так ладер-то не катаю сейчас практически. Предлагаю тебе просто элементарно написать в этом торговом ряду, просто в поиске микро… Микро там, например, и тебе выдаст просто все карты эти для микроконтроля. Я думаю, это гораздо проще будет. Что-нибудь да есть там явно. Это может погуглить даже. Ну, как-то не получилась задумка Гумилхо совсем в предыдущей игре. Ну, потеря танка вот эта на харассе плюс марики в том, как криво пришло. То есть, в принципе, это может работать, но там нужно идеально действовать. То есть, танк не должен теряться на харассе двумя танками контролить. Там Медивако два будет точно, и там много что. А вот это уже совсем интересно. Посмотрите. Гумилхо сегодня на расслабоне. Чисто на бича проверяет вообще. Хоррор, я смотрю. Посмотрим, пройдет ли он проверку. Просто здесь, я думал, это риперы два барака. А это четыре барака с мейна просто. Четыре барака с мейна. Без второй базы. Малейких сил магии проверяют. Уходят. Оверов найти не получилось. Что у нас? Зерк, причем, вообще не знает, что происходит. Он не видел рамку, он ничего не видел. Сейчас просто будет выход на мариках, ксмках, насколько я понимаю. Пробиваются камни сейчас к гумику. Не знаю, как он проанализировал, или как он разобрался с этим моментом, почему тиран действует именно так вот сейчас. Мариков оставь четыре здесь. Два можно наверх было бы увести сейчас. Так, одного линга-хоррора потерял сейчас. Будет до заказ еще лингов. Мариков много. Можно уже выдвигаться вперед при Токире. Будет ли рабочие браться? Мне вот интересно для выхода для этого. Или нет? Выход попер. Все, рабочие вижу, не берутся. Но несколько штучек, пять-то можно взять для того, чтобы у вункера на всякий случай выстроить. Там, если вдруг где-то, например, между базами вот здесь вот на рампе получится зайти. Ну, ситуации разные могут быть. То есть, как сложится атака ни хрена не понятна. Поэтому лучше бы, конечно, сосредоточиться здесь и сыграть более чутко. Марики гоняют линга сейчас. Видит еще мариков. И вся эта группа идет в центр. Лингов очень много дозаказано. КСМ-ки все вообще едут вперед сейчас. Замечает хоррор, что происходит. То, что... О, здесь два... И эволюшина-то, емано. Лингов сколько? 24 еще. Практически 14. Есть 28 мариков. 28 идет мариков. Очень опасные времена для зерга наступают. Пытался окружить. Не, братан. 28 мариков не окружишь. И у них автомат. Они беспределить будут. Это тебе не какие-то дротики со снотформом против собак. Это целый автомат пробивает проход вниз для мариков, для своих бумих. Сначала зерк было окружил, но мариков слишком много отстрелялись. В итоге... А нужно ли заходить на мейн? Вот у меня вопрос возникает. Я вижу бейлинг несс сейчас прекрасно просто. Вижу, что в бейлинге со стороны зерга нужно пул минуснуть обязательно. Да, чтобы новых лингов не достраивалось. Это важный момент. Бейлинг несс готов. Бейлингов 4 штуки заморфлено. Нужно попытаться принять... Оп, Гумиху. Привет, говорит. Бейлингов морфим. Бейлингов недоморфим. Лингов больше не будет. Марики сгрызаются. Нужно законтролить. Мючка. Может покайтить ими немножечко. Все-таки кайтить не собирается. Гумиху спускается вниз. В другую базу 5 бейнов. Где они? На третьей базе 5 бейнов морфятся. Здесь Гумиху пытается королеву отжать. Королеву отжимает. Лимит это пока близки. Вот в чем проблема. Парабам. Сейчас Гумиху вперед уже вырвется. Нужно от бейнов. Сплит элементарный. Сейчас Гумиху. Чтобы был сплита элементарного, он есть. Но как бы его, я насколько я вижу, не очень-то хватает. Но КСМки помогают двум марикам продолжать прессинг. И подходят еще братики с мейна. Но где 18 дронов? Часть дронов на мэне осталась. Часть дронов осталась на треть. Это провал от Гумиху, насколько я вижу. Это нереализованная стратегия. В общем-то, опять же. Ну вот проверка на бича не состоялась. Не согласен Хоррж с такой проверкой. Это минус Гумиху. Это 2-0. Нахрена вообще? Такое ощущение, что Гумиху не очень хотел в финал попадать. Не знаю почему. Хоррор в финале. Тру против Циана бьется. А что же у нас тру-то? А вот они начали. Вот это тру, видимо. Я помню, что у меня добавлен было вроде как. Ну что, ждем тру. Да. Так, гуми-хо, а-а, гуми-хо. Да, он там какие-то реплеи, видимо, смотрит. Все, я понял. Зря я спешил. Он уже все проиграл точно. Гуми-хо, матчи за третье. Места-цити можно матч за третье глянуть будет, по идее. Если за ВЗ будет финал, например. Да. 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 Продолжение следует... 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 Ну что, пока подчеркают, да посмотрим. Продолжение следует... Так, захожу в игру, вроде создали. Всё, отлично. Всё, отлично. Всё, отлично. Так, родок, это ты, а я и смотрю. Что-то... Что-то не то, думаю, тут. Ну да, гумиху там в игре сидит, поэтому я думаю, решение неверное сюда идти. Ну, тут, блин, видели, как гумиху отыграл. Может, конечно, это серьёзно было с его стороны, но я что-то так не считаю. Я считаю, что он прям серьёзно там отыгрывал. По-моему, он какой-то хернёй занимался абсолютно вообще. Ну, не знаю, посмотрим, что далее в итоге. Поехали. 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 этого 5 кстати поехали до трех побед у нас будет тру против хоррора тоже у нас лучше в завоза будет трупу газ пул точнее с мэйна ставит очень ранний газ пул здесь дрончики подстраиваются то есть он до 2 овера этот газ пул ставится начинает добывать уже газ здесь только вы вылетит только дрона строить сначала хату нужно будет заказать хору потом футам или газ его мою насколько ранее здесь все это по это блин вас будет оттру стоит еще может быть а мост просто линги на муе подгрызть не знаю хорош вопрос это будет сейчас помимо но понял а я думал все дни к нам другой что так прям пишет мне тепло приветствует так что за мальчики думаю завелись таким ну ясно не помню три хаты пул три хаты пул билд от хоррора против того что делает тру то есть против бэйлинг баста стопроцентного здесь с мэйна потому что уже бэйлинг нес заказан почему-то он танкует не знаю ну королева здесь может между ним и хаты двигаться посмотрим два линга забегают но это два бэйна то есть будет плюс лингов выход скорость 1000 только через 19 секунд овер все спалил абсолютно все сейчас два бэйна морфится пока это все дело добежит ё-моё как-то странно вот у тру почему два линга всего завел может можем уквы заморфить 4 бэйлинга как минимум но видимо тру считает что под этому билду для этого пуша больше не нужно линги забегают на мэйн здесь плетка пошла здесь у нас бэйлинг нас еще делается три бэйна еще true морфит сейчас пытается ворваться линги мне так просто это сделать так линги выходят против бэйнов начинается битва тут бэйлинг один взрывается как-то так себе взрывает второй вообще в никуда что ты делаешь true это вообще левая тема сейчас была с твоей стороны так линги заходят но новые бэйлинги приходят и три хаты пул это слишком халявный билд тут хоть что делай вообще минус в итоге хоррор 1.0 true в том то и дело что гуми хо совсем не слабее классом чем хоррор он сильнее классом вообще как бы ну я лично как считаю но как минимум они одинаковые как минимум но я думаю большинство согласитесь что гуми хо все-таки классом по уши уровнем повыше что в нем рыла кто хостить то будет там ага никто кто-то там пишет кто-то там что-то пишет а вот и хост поехали что-то долго очень заходит но заходит партий меня позвал сейчас макс спасибо ему следующий раз я буду сразу заходить как хостом создаст различного сто один альтру сто один альтру Не, ну самый ранний бейлинг бас против 3-хат и пул билда, естественно, это просто билд Не просто какой-то овербилд, более сильный, это супер контра просто Продолжение следует... Так, опять от True подобный билд, кстати говоря, обратите внимание, что происходит True решил все игры просто вот так вот играть А что, сейчас 3 игры подряд бах, просто бейлинг бас самый ранний Всем спасибо, говорится, все свободны Можно будет еще гумиху против китайца посмотреть вторую игру Наверное Отбегаю от линги 4 в этот раз линга отбежала, между прочим, 4 в этот раз Перебейлинга морфится, линги выбегают, еще видят хоррор Неужели еще раз зайдет этот бейлинг бас? Ну, мув и бейлинг нет, здесь заказано у хоррора, по-рабочему он, естественно, в плюсе Здесь линги, отведи же ты часть лингов! Вот-вот, молодчага! Отвел часть лингов, но все равно псих С чертям собачьим взорвались, нам на рампе какие-то дроны или АП стоят, дронов убивают Сейчас здесь блок мейна эволюшенами, а здесь что? Проходной двор вообще полный И здесь эволюшен ни хрена не влочит Мимо королевы контроль здесь идет со стороны Так 2-0, ребята Изи капка Что происходит-то вообще? Что это происходит? Хоррор, ты будешь играть вообще? А то мы успеем на гуме хоть, действительно, на следующую игру тогда Или корейцы какие-то уже там хитрые игры свои мутят там, я не знаю Вот так Пока еще нового не трогали мы. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...